Привет, вы на канале Даша Техника, это рубрика танковых и технических новостей, и в этом видео я объясняю запущенный танк Леопард в самом центре Москвы. Также я обсуждаю немецкие стволы и массовую роботизацию армии России с новыми подробностями, так что поехали. 9 мая состоялся очередной парад Победы, и у меня на канале вышло видео с подробным обзором техники, участвующим в нем. И я бы назвала этот парад парадом броневичков, за обильное их присутствие. Из танков на параде был только Т-34, да и вообще это был единственный представитель гусеничной техники, если не считать обслуживающий парад БРМ-1. И в комментариях к моему видео было очень много замечаний, а где собственно танки. И для примера в последнем спокойном году, в 2021 году, участвовала приличная колонна танков Т-90, а также было очень много гусеничных машин, таких как Тор, БМП, БНД, самоходки типа Мста. И я связываю отсутствие бронетехники с банальной экономией. С одной стороны сейчас не до пышных парадов, но не отмечать это событие тоже нельзя. Да и хрупкий московский асфальт будет целее. И представляете, сколько нужно заменить дорожного покрытия после проезда одной колонны танков. Но если вы смотрели и сам парад, и мое видео о нем, то обязательно напишите об этом в комментариях, и напишите ваше мнение, почему же не было танков. И намного интереснее был парад, например, в Хабаровске, где были показаны танки Т-62, а также Т-72. И даже в Туле, где были задействованы машины ЗРК «Панцирь», а также бронемашины войск химической защиты на базе Тайфуна-К. И даже было очень много боевых тачанок. Так что я думаю, что в следующем году обязательно на военный парад я поеду помимо Москвы еще и, например, в Тулу. Правда, без своего самовара. Ну и другое яркое танковое событие в Москве. Открылась выставка трофейной техники на Поклонной горе. И многие экспонаты могут быть знакомы тем счастливчикам, которые смогли попасть на экспозицию в музей в Кубинке. Но на Поклонной горе экспонатов заметно больше, они ярче. Чего, например, стоит танк Абрамсом «Леопард». И также подбитый Мардор и штурмовая версия танка Абрамс. И на этот раз на выставку пускают всех желающих и на неограниченное количество времени. Но народу очень много, поэтому я рекомендую выбрать время для ее посещения, например, в будний день. И, наверное, лучше с утра или в обед. А у меня на канале вышло огромное видео с обзором показанной техники. Так что обязательно посмотрите, если вы его пропустили. И давайте поподробнее обсудим историю с танком «Леопард». В сети появились кадры, как железной чушкой при помощи крана опустили немецких кошек и ствол орудия. И евроинтегрированные источники назвали это действие техноварварством. Но давайте посмотрим на это с инженерной и даже идеологической точки зрения. С одной стороны, не гоже, чтобы поврежденный противник стоял с гордо поднятым орудием, который был бы направлен на музей Великой Отечественной войны. А если вы обратите внимание на мое прошлогоднее видео с выставки трофеев, то там тоже все танки стояли с погнижшими стволами. А вот на выставке форума «Армия-2023» все было наоборот. Стволы были подняты вверх, ведь там были и арматы, и также многие другие танки. И, видимо, по заданию от политруков нужно было опустить ствол орудия «Леопарда» вниз. Но как это сделать? У «Леопарда» электрический привод орудия. То есть у него нет характерных ручек-приводов, которых можно было бы вручную вращать. А теперь давайте подумаем, если привод электронный, значит нужен как минимум источник питания. А источником питания может служить генератор, который работает от работающего двигателя. Или же аккумуляторная батарея. И, скорее всего, запустить двигатель не получилось из-за поврежденной машины. Также есть вероятность повреждения батареи, или же банально просто могут быть перебиты провода. А устанавливать спешки всю электросхему «Леопарда» наверное просто не было времени. Поэтому пришли к такому радикальному способу. И, конечно, с исторической точки зрения это не совсем хорошо. Ведь машина уже является памятником как истории науки и техники, так же как и армии России. И наверняка хочется, чтобы он стоял в первозданном виде, в том, в котором его захватили российские войска. Ну а уж если и заканчивать тему со стволами, то, например, у Брэдли он был гордо поднят вверх, и никого это не смутило. И, кстати, пока остатки подбитого и сгоревшего Абрамса доставляли в Москву, под бердочами эвакуировали новый Абрамс в более целом виде. Так что, скорее всего, и другие «Леопарды» мы тоже увидим в первозданном подбитом состоянии. И, кстати, от Абрамса очень сильно пахло горе, что прям жуть. А на скуле башни танка Абрамс из состава экспозиции стоит код 6752UKR. Если мы посмотрим на оригинальные американские машины, то на них стоят коды вида 815U. И, скорее всего, U – это от слова ураниум, уран. И не исключено, что просто U – это сокращение от USA. И напрашивается предположение, что для ВСУ была скомплектована специальная версия Абрамса без элементов бронезащиты из объединенного урана. Практика поставлять своим союзникам варианты техники с ухудшенными ДТХ и исключенными новейшими элементами вообще не новая. СССР такое практиковало. Были комплекты самолетов для себя и для Варшавского блока, а также для дальних друзей. Также есть комплектация Абрамса для Австралии. И там в коде есть буква А. А для Египта есть буква Е. Или И. И теперь вот UGR. И еще один момент, который меня возмутил. Это акт вандализма прямо над экспонируемым Абрамсом. И у них мы решили начеркать там свои каракули. Как я уже казала выше, что это экспонат не только памятник техники, но и боевой истории Российской Федерации. И ладно бы, эти надписи сделали бы сами участники исторических событий. Кто-то подбил или же под огнем противника эвакуировал американский монстр. Но это явно сделали посетители. И теперь немножко про новости беспилотников. Любопытно, что главные элементы почти любого отечественного дрона, а именно электродвигатели, были импортными. Но недавно специалисты группы Крэд и Вулан-Удэ наладили производство широкого спектра моторов для беспилотных летательных аппаратов. И самый крупный из гамма-двигателей способен в одиночку поднять аппарат массой до 11 кг. Основной темой прошлого выпуска танковых новостей были боевые наземные роботы. Хотя корректнее такие системы называть автономные тележки. Особый упор был сделан на автономные средства эвакуации. И недавно в сети появилось видео, как один из подобных роботов экуэривает раненого российского бойца. Дрон назвали Бишоп, и он был создан при участии блогера крупнокалиберный переполох. Несмотря на обстрел со стороны противника, дрон добрался до точки эвакуации. А затем вывез бойца в другой населенный пункт, откуда его отправили в госпиталь. И таким образом дрону Бишоп и команде его создателей, а также операторов удалось спасти бойцу жизнь. Также в инициативном порядке был создан дрон-вездеход Тоша. Тоша – это полноприводный электрический вездеход с широким спектром возможных применений, таких как вывоз раненых, подвоз боеприпасов или же разведка местности. И это радиоуправляемый наземный беспилотник, работающий на шести независимых мотор-колесах и способный перевозить до тонны груза со скоростью до 70 км в час. Дальность хода в зависимости от батареи составляет от 20 до 180 км. И дрон бесшумный, и, что и очень важно, его не видно в тепловизор. А в добровольческом батальоне «Испаньола» прошли восковые испытания автономных боевых средств различного назначения. И среди прочего были замечены роботизированные телеги разработки компании «Микрон». Автономная машина эвакуации раненых с облегченным управлением при помощи движения кисти и самоходной носилки. Так что многие средства боевой роботизации станут более-менее повсеместными. В СУ обещают нам новые версии дронов с огнестрельным оружием на борту. Как платформу для пуска ракет это уже не раз обсуждали. И в этом есть некоторый смысл. А вот с огнестрелом всегда есть проблемы. Уже неоднократно множество команд пытались это реализовать, но вот только что-то пока это не выходит. Причиной тому импульсодачи, который портит всю идею. Тем более, что размещение орудия, как правило, закладывается не на оси, где есть центр тяжести БПЛА. И это приводит к тому, что более-менее точно можно сделать только один выстрел. Об автоматической стрельбе с дрона речь пока не идет. А одна пуля не дает никаких серьезных преимуществ для такого вида вооружения. Ну а теперь время броненовостей из зарубежных стран. М88А3 проходит испытание на надежность и ремонтопригодность на полигоне Юма. И по словам офицера-испытателя, М88А3 предназначен для эвакуации вышедших из строя танков с поля боя. И обладает он лучшими характеристиками по сравнению со своим предшественником. М88А2, который, например, выставлен на всеобщее обозрение на Поклонной горе в Москве. В частности, он устраняет необходимость в двух машинах для эвакуации новых, более тяжелых модификаций танков Абрамс. В настоящее время М88А2 не может выполнить операцию по эвакуации современных версий танков Абрамс в одиночку. Вместо этого для подъема и перемещения танков, вышедших из строя, необходимо задействовать две машины. И забавно, что предыдущая версия М88А2 была создана для того, чтобы буксировать М1 Абрамс в одиночку, а не в цепке из двух тягачей. И с тех пор Абрамсы немножко разжирели, и снова встал вопрос о доработке этих тягачей. Rain Metal передал Бундесферу первую машину 8х8 боксера в варианте тяжелого вооруженного транспортера пехоты. И вы только обратите внимание на высоту этой машины. Конечно, наверное, в ней будет комфортно находиться пехоте. И не менее комфортно, например, будет целиться по нему и оператору ПТУРУ. Эти машины заменят парк Визели и станут основой боевой поддержки и противотанковой обороны дальнего действия для пехотных подразделений армии Германии. Армия США представила новую модификацию БМП Брэдли М2А4Е1. Основным отличием которой является наличие комплекса активной защиты Iron First Light. Комплекс активной защиты или же КАС разработан израильской компанией. А интеграцией комплексов БМП занимался General Dynamics. Конфигурация КАС на М2А4Е1, как сообщается, существенно отличается от предыдущих версий протестированных армий. Но точной информации об особенностях пока отсутствует. Также новая версия машины получила улучшенный инфракрасный прицел, наводчика высокой четкости и блок контроля окружающей среды для предотвращения теплового воздействия при спешивании десанта. И судя по всему, американцы вообще не следят за происходящим на Украине событиями. Окей, пускай есть система КАС. Но как Брэдли будет справляться с райами FPV-дронов? Создавать современную бронетехнику сейчас без предусмотренной защиты от дронов это, наверное, моветон. Ну а как бороться с искусственными птицами нам снова демонстрируют российские танкисты. Если ранее засветился царь Мангал, то как назвать вот это товарение полевых мастеров, даже не знаю. И интересно, что танк таким образом превратился в нечто вроде САУ. Я не уверена, что с таким навесом может танк способен вращать башни. И да, и с подвижностью тоже, мне кажется, лучше не стало. И как показывают записи с полей боев, такие прокачанные танки имеют гораздо больше шансов на выживание при штурмовых атаках. А в сети появилось фото предположительно опытного образца ракетной установки разминирования УР-15 «Метеор». Выполнено на шасси боевой машины пехоты БМП-3. И во всей видимости продемонстрирован один из опытных образцов. Сообщается, что УР-15 оснащен оригинальной электромеханической трансмиссией. И на машине установлен комплекс активной защиты «Афганит» и дистанционно управляемая пулеметная установка. Учащийся на большой скорости доработанный Курганец-25 заметили на полигоне. Доработанную боевую машину на средней перспективной платформе Курганец-25 показали на испытательном полигоне. И судя по размещенному видео, бронетранспортер Б-10 получил клюв, установленный в передней части корпуса дополнительный поплавок, который улучшает возможность преодоления водных преград. И, вероятно, это устройство повышает и характеристики защиты. Засветился Т-62М системой РЭП и установленными генераторами для ее обеспечения работы. Также можно заметить телевизионную камеру на мангале. И, возможно, предположить, что одна из машин потеряла гусеницу на мине, а остальные решили не проверять ее судьбу. Так что Т-62 довольно-таки активно модернизируется в полевых условиях и применяется в бою. Но если быть совсем честной, то американцы тоже пытаются работать с новыми видами вооружения. Недавно прошли учения армии США на военном полигоне в Калифорнии. И в ходе учения были задействованы колесные платформы MUTT, как в милитаризированном варианте, так и в транспортно-эвакуационном. И также были задействованы робособаки Vision 60, которые использовались для контроля помещений. И, помимо прочего, в воздухе были задействованы различные дроны, обеспечивающие как разведку и контроль с воздуха, так и поражение условного противника сбросами. А на подбитой трофейной штурмовой машине на базе Абрамса видно, как его устроят Чопхен. Это комбинированная броневая защита, реализованная на американском танке Абрамс. Это такая рыжая решетчатая конструкция. Комбинированная защита представляет из себя некоторый бутерброд, где сначала идет сталь, потом какой-то неметаллический материал типа текстолита, а иногда там бывает алюминий, и снова сталь. Это заставляет сработать кумулятивную струю и нарушает подбитие сердечником бронебойного снаряда. И занятно, что такой интересный элемент на выставке на Поклонной горе прикрыли то ли фанеркой, то ли обычным листом металла. Украинские волонтеры закупили для ВСУ броневтомобиль Гризли, который был разработан ЧВК Блэк Вото для вооруженных сил США. Почти 15 лет назад, но в Сирию он так не пошел. Интересно, сколько они купили образцов таких. ДАРПА опубликовала первые фотографии из проводимых в феврале морских испытаний разработанного и построенного прототипа перспективного многоцелевого необитаемого подводного аппарата, который имеет сверхбольшую автономность. Агентство ДАРПА запустило программу Манта Рей, которую можно перевести как Скат Манта на рубеже 19-20 года этого века. Ее целью является создание перспективного НПА, способного нести большую полезную нагрузку, оставаться в море в течение очень длительного времени и работать на большом удалении от базы. Каких-либо деталей относительно бортового его оборудования или целевых полезных нагрузок нет. Да и в целом проект Манта Рей скорее всего демонстрирует потенциальные возможности требуемых технических характеристик на подобных платформах. Дальнейшее прикладное применение этих платформ, видимо, это следующий шаг доведения платформ до требуемых параметров. Это были все самые интересные броненовости за последние две недели. Если вам понравился выпуск, то обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А поддержать мою деятельность вы можете при помощи спонсорства на канале или же при помощи сервиса Boosty. Все ссылочки есть в описании к видео. Так что увидимся в новом ролике. До новых встреч. Пока-пока. А также у меня есть второй канал. Даша Моглз.